Как правильно выбирать, хранить и использовать пиротехнику? В преддверии нового года магаданцы начали закупать фейерверки, салюты и петарды. Перед тем, как их приобрести, нужно обратить внимание на срок годности и целостность упаковки. Можно попросить сертификат и посмотреть серийный номер продукции. Он должен совпадать с тем, что написано на коробке. Приобретаем пиротехнические изделия в специализированных магазинах. Обязательно по вашему требованию продавец обязан предоставить сопроводительные документы, так как данный товар подлежит обязательной сертификации. Смотрим на целостность упаковки, не должно быть никаких вмятин, потертостей или дефектов различных. Хранить пиротехнику тоже нужно правильно. Оставлять петарды на чердаках, подвалах или цокольных этажах нельзя. Место должно быть недоступным для детей, а также подальше от нагревательных и отопительных приборов. Хранить лучше всего в темном, прохладном месте. Также ближе полметра от нагревательных и отопительных приборов. Но учитывайте их мощность. Если завод-изготовитель говорит, что не ближе полутора метров, то отодвигаем, следовательно, свыше полутора метров. Смотрим в сухом чистом помещении. В Магадане продают три класса пиротехнических средств. У первого радиозапасной зоны не более полуметра, у второго не более пяти метров, и третий самый опасный – 30 метров. Пиротехнику можно использовать только на разрешенном расстоянии, которое указано на упаковке. И в новогоднюю ночь выбираем площадку. Если самый опасный из доступных классов – это третий. Радиус опасной зоны у него 30 метров. Для этого рекомендована мэрия города Магадана площадкой в районе объездного шоссе, освещенной лыжной трассы. Если салют не сработал, нельзя к нему подходить в течение 10 минут. После нужно залить средства водой на сутки, а потом утилизировать. Сотрудники МЧС убедительно просят убирать за собой использованные пиротехнические средства.